В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. В Измаиле банда несовершеннолетних убила пенсионера. Перед этим четверо молодых людей, двое мужчин и две женщины, ворвались в частный дом и ограбили 64-летнего мужчину. Кроме того, они угнали его машину и пытались на ней сбежать. Но на одном из перекрестков Измаила они нарушили правила дорожного движения и привлекли внимание патрульных. Правоохранители остановили угнанные автомобили, нашли в его салоне плазменный телевизор. На вопрос, откуда у них техника, молодые люди не ответили и полицейские решили доставить нарушителей в райотдел. По базе данных правоохранители нашли адрес проживания владельца украденной машины. В его доме был включен свет, но дверь никто не открыл. Соседи помогли правоохранителям установить родственников хозяина, которые открыли дверь. Внутри полицейские увидели беспорядок и следы крови, а в одной из комнат нашли тело пенсионера. Преступная группировка задержана, следствие продолжается сразу по трём тяжёлым статьям Уголовного кодекса. В ходе проведения перментивной деятельности співробітниками группы швидкого реагирования Измаильского отдела полиции был остановлен автомобиль за порушение правил дорожного движения. В салоне автомобиля находились два юнака и две девочки. Встановлено, что вказаные юнаки скояли разбийный напад на 64-летнего мешканця места Измаила, потом его вбыли, а также заволодили его автотранспортом. И ещё один кровавый инцидент в Бессарабии. Разборки между пастухами закончились смертью одного из них. Убийство произошло на окраине села Заря Саратского района Одесской области. Трое мужчин, которые пасли оттару овец, изрядно выпив, поссорились между собой. Двое из них сильно избили своего старшего коллегу, в том числе ногами. Когда злоумышленники поняли, что пастух умер, они оставили его в безлюдном месте. Тело 50-летнего мужчины нашёл местный житель. Он и сообщил о своей находке в полицию. Правоохранители быстро нашли убийц. Ими оказались 23-летние и 28-летние жители села Заря. Им уже сообщили подозрения по статье умышленное убийство. Вказанные osoby вместе работали пастухами за наймом. И во время вживания спиртных напоев между ними возникла сварка, в ходе которой вказанные osoby нанесли потерпевшим телесным ухудшим, несуместным с жизнью. Скандальное предвыборное заседание Таировской поселковой избирательной комиссии всё же состоялось. Сопровождалось оно столкновениями на входе и голосованием в тесном кабинете. В итоге к выборам территориальных громад не допустили нынешнего главу постсовета Хасана Хасаева и всех депутатов от Батькищины. Подробности в сюжете Дмитрия Богомолова. В тесноте и в обиде. Столкновение местных жителей и частной охраны затруднили в ход здания, где поздним вечером было запланировано заседание Таировского поселкового избиркома. После долгих привлеканий журналистов всё же пустили внутрь. Из-за угрозы срыва заседания перенесли на второй этаж. 18 членов комиссии и два поместились в скромной комнате. «И после того, как вы зайдёте, работа комиссии блокирована. Все зашли? Дальше что? А делайте, это майор облачение. Пожалуйста, да, пожалуйста. Всем удобно. А сейчас, Дмитрия Богомолова, извините, Олег Иванович, давайте проголосуем и всё. В законе это прописано. Почему подходящее помещение не предусмотрели заранее, неизвестно. Снимать заседание журналистам пришлось из коридора. Какой ажиотаж и беспорядки депутаты связывают с тем, что на комиссии приняли решение не допустить к выборам нынешнего глава Таировского поселкового совета Хасана Хасаева из-за сомнений в действительности его паспорта. Соответствующее решение приняла государственная миграционная служба. Также в регистрации отказали всем 23 кандидатам от Батькивщины. Соответствующее решение поддержали 13 членов комиссии, 16. С остальными кандидатами и партиями проблем не возникло. Партия прошу голосовать. Кто за? Считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Выборы в объединенную территориальную громаду назначены на 24 декабря. Тем не менее, депутаты Сухолиманского сельсовета на прошедшую сессию отменили свое же решение, которое приняли в июне, об объединении в одну громаду с ПГТ Таирова. Такое же решение приняли и таировские депутаты. Теперь жители Таирова обещают перекрывать дороги и проводить акции протеста. Дмитрий Богомолов, Юлия Польнова, телеканал «Репортер». В Одесском апелляционном суде активисты требовали выпустить из СИЗО Демьяна Ганула, которого задержали за участие в беспорядках в горсаду. Апелляция должна была состояться сегодня, но судья из-за болезни не явилась на заседание. Голововича по справе. Наталья Викторовна Гридина захворела. Значит, понеделок дейду лікаря. Справа откладывается на 6 грудня на 12-ю годину. Значит, что касается перерасподил. На данный час у судей замість 40 судей робить 10. Рассмотрение апелляционной жалобы теперь должно состояться в среду. Если Наталья Гридина все еще будет болеть, то автоматическая система назначит другого судью. Активисты убеждены, Демьян Ганул ни в чем не виноват. Дело сфабриковали. Він є незаконно увязнений за сфабрикованою справою, в якій нема ни мотивів, ни складу злочин. Є фото-відео докази, де Демьян навпаки розбороняв, вимагав від представників закону дотримуватись порядку, не бити людей. Нема в руках ніяких, як вони брешуть, нагло брешуть металевих предметів, засобів спецзахисту, таких як газові балони, піротехнічні засоби. Просив генерала, аби він забрав свій народ. Іменно просив, не погрожував. Тут безладів нема взагалі. Тим временем в Одесском апелляционному административному суді перенесли засідання по вопросу дальнейшей судьбы пам'ятника основателям Одессы на Екатерининской площади. Произошло это из-за отсутствия в зале представителей Горсовета. Члены Ассоциации казацких обществ СИЧ стремятся демонтировать пам'ятник Екатерине II и вернуть на його место пам'ятник Потемкинцам. Вони считають, що правлення імператриці сопровождалось карательними операциями против українського народу, в частности, против казачества. А пам'ятник революціонерам на Таможенной площади, наоборот, це символ свободи і сопротивлення. Следующее засідання запланировано на 27 декабря. В госслужбі по чрезвычайным ситуациям не хватает 8 бригад спасателей. Из 574 машин только 64 повышенной проходимости и могут эффективно работать в плохих погодных условиях. Пожарным помогают волонтеры і независимі аваріно-спасательні служби. Це ні для кого не секрет, техніки недостаточно. Я вам більше скажу, количество пожарно-спасательних подразделений, а також спасательних служб на территории не тільки Одесской області, але і на території всього держава, недостаточне. По сравнению з европейськими країнами, по количеству спасательних служб на количество населения, а також на определенную територію, гораздо більше. К сожалению, штат мы увеличить самостоятельно не можем. С начала года в регіоне произошло около 7 тисяч пожаров. Часто причиной чрезвычайных ситуаций становится несоблюдение элементарных правил безопасности. Для предупреждения пожаров спасатели проверяют готовность одесситов. Работа профилактическая продолжается в школах, в учебных заведениях, в детских садиках. Вот сейчас проходят внеплановые проверки. На сегодняшний день почти 1400 объектов общепрозавательной и социальной сферы проверено нашими сотрудниками, в ходе которых мы указываем не только на недостатки, но и отрабатываем учебные эвакуации. Спасатели говорят, многие попросту не следуют инструкциям. Этим они подвергают опасности не только себя, но и других жителей. Особенно пожарные обеспокоены халатным отношением родителей к детям. Очередной трагический случай произошел на территории Одесской области, в селе Староказачье, где погибло двое детей. Это говорит о том, что родители продолжают беспечно относиться к собственной жизни, к собственному здоровью и к здоровью своих детей. Оставили дома одних, включили на обогрев непонятно что. В итоге трагедия, погибло двое маленьких детей. В Одесском доме ученых прошло заседание Координационного совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. В частности, на встрече представителей горсовета с общественниками обсуждалась дальнейшая судьба Воронцовской колоннады, дворца и примыкающего к нему двора на Приморском бульваре. Самое главное – это, конечно, популяризация тех достижений, которые сегодня есть при реставрации. И, естественно, чем больше мы сохраним объектов культурного наследия в аутентичном виде, то, естественно, тем ценнее будет наша историческая застройка. В управлении охраны объектов культурного наследия намерены воссоздать колоннаду и Воронцовский дворец по первоначальному образцу 1834 года. Задача как раз вернуть в планировочную структуру для начала территории первоначальный облик и, скажем так, ранний облик, восстановить те элементы, которые сегодня находятся у нас под землей, это и аллеи, которые когда-то замыкали бывший сад, восстановить сад, который был перед Бельведером, или, как поездка от колоннады, да. Потом провести большие работы по исследованию остатков цокольных объемов Орловского корпуса, которые на сегодняшний день в ходе работ по Воронцовскому образцу были выявлены. И будем ходатайствовать, чтобы говорить о том, что необходимо провести комплексные работы археологические, архитектурно-археологические, которые позволят выявить те элементы, которые были утрачены, чтобы можно было сформировать полную картину того, как оно будет в будущем. Также в Управлении охраны объектов культурного наследия планируют включить в Госреестр памятников Украины морскую спасательную станцию на Лонжероне. Это одно из буквально трех, сохранившихся до наших дней, объект, который был построен в стиле деревянного зодчества, который имеет потрясающий резной декор, который в свое время был офицерским собранием и имеет очень богатую, интересную историю, историю одесского мореплавания, будем так говорить. Одесской юридической академии исполнилось 20 лет. Торжественные мероприятия прошли в оперном театре. Студентов, преподавателей и руководства вуза пришли поздравить высокопоставленные гости. Свои поздравления прислали президент и премьер-министр страны. Подробности в сюжете Константина Гречанова. 20 лет Одесской юридической академии. Торжества начались, как и подобает. На сцене звучит гимн Украины в исполнении хора Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой. ПЕСНЯ С таким грандиозным праздником профессоров, преподавателей, студентов и друзей вуза поздравил основатель университета, известный государственный политический деятель, народный депутат Украины, почетный гражданин города Одессы, президент Национального университета Одесской юридической академии, академик Сергей Васильевич Кивалов. Я горжусь нашим профессорским преподавательским составом и хочу пожелать всем нам творческого подъема, успехов. Хочу, чтобы в ваших домах, в ваших семьях было тепло, был уют, был достаток и пусть нас всех хранит Господь. Спасибо вам за все. В день 20-летия коллектив Одесской юракадемии принимал поздравления от первых лиц города и области. Глава Одесской облгосадминистрации вручил нагрудные знаки от Верховной Рады и отличия облгосадминистрации членам коллектива вуза. Одесские правники неотминно станут творцами новой истории украинского права. Чему я впевнен? Потому что так было 170 лет. 170 лет существования Одесской школы права. Ее славетные традиции успехов виш. Лидер юридической области нашей страны. Национальный университет Одесской юридической академии это не только знание, это не только колоссальный труд всех абсолютно без исключения, это еще и активная жизненная позиция, активное участие в жизни города. Потому что в самом прекрасном городе Украины, в городе Одессы должен быть самый прекрасный авоз. И я хочу, и думаю, вы меня поддержите, сказать огромное спасибо и поаплодировать Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он создал такое действительно чудо Одесское. Спасибо вам. В честь юбилея коллектив Национального университета Одесская юридическая академия был награжден орденом Трудовая слава, а президенту вуза вручили орден Григория Григорьевича Морозли первой степени. А также наградить почетным знаком отличия Одесского городского головы Трудовая слава Трудовой коллектив Национального университета Одесская юридическая академия. Пожелания развития и стабильности прозвучали в этот день от заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, который обратился с поздравительным адресом от премьер-министра Украины. Своей излагодженной творчею праце вы робите важливую справу для всего нашего народа. Виховуйте юридичную и науковую элиту Украины. Бажаю выкладачам и студентам творчого наткнения и наснагия, а Академии подальшего процветания и стремкого развития. С уважением премьер-министра Украины Володимир Гройсман. Вуз также поздравил заместитель министра образования и науки Украины Роман Греба. Потому что тут есть что посмотреть, потому что есть вещи, которые действительно выражают, которые по-справшему, по-доброму показывают то, какое должна быть современная участие. Уссута с использованием наиболее современных методов учения, ленингового кабинета, криминалистические средства, библиотека современная. То есть, очень много лабораторий разных, есть места, где можно учиться. И самое главное, это выкладчики. Высокопреосвященнейший митрополит Одесский Измаильский Агафангел, по благословению которого в Одессе появилась первая в Украине студенческая церковь святой мученицы Татьяны, также чествовал университет. Митрополит вручил ордена Украинской православной церкви руководству вуза, профессорам и преподавателям. Сердечно приветствовать вас знаменателем юбилеем и со 70-летием Одесской школы права и 20-летием Национального университета Одесская юридическая академия. Строгое исследование, установленным законом, может динамично и достойно формировать личность человека, стабильно и справедливо устраивать общественный строй государства. С наилучшими пожеланиями к коллективу вуза со сцены оперного театра обратилась председатель Национальной ассоциации адвокатов и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова. Благодаря меморандуму о сотрудничестве между Одесской юрокадемией и Национальной ассоциацией реализовано множество совместных проектов. Среди многих подарков в день рождения вуза стали выступления победителей украинских и международных конкурсов, лучших музыкантов и танцевальных коллективов страны. Сразу после того, как был зачитан поздравительный адрес генерального прокурора Украины Юрия Луценко, почетный работник прокуратуры, генерал-полковник юстиции Сергей Кивалов вручил отличительные награды генпрокуратуры членам профессорско-преподавательского состава вуза. Поздравительные адреса с наилучшими пожеланиями процветания альма-матер присылал министр юстиции Украины Павел Петренко. Затем череда поздравлений перешла к Министерству внутренних дел Украины. Очень торжественное мероприятие. Очень рад, что пригласили органы нацполиции, МВД в целом. Всегда нуждаются в высококвалифицированных кадрах. И именно сейчас юридическая академия готовит специалистов, юристов, которые играют первую роль в реформировании системы МВД. Поэтому очень рад, что в числе приглашенных очень надеюсь, что выпускники, студенты пополнят ряды именно нацполиции в Одесской области. Профессоры и преподаватели ВУЗа также были представлены к отличительным наградам Конституционного суда Украины, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Вы посмотрите, сколько выпускников нашей академии работает сегодня в разных правовых институциях. Это и в судах, и в прокуратуре, адвокатами. Наши выпускники были главой Конституционного суда. Поздравили Одесскую юрокадемию, руководство Государственной судебной администрации Украины, Высшего специализированного суда Украины и Высшего хозяйственного суда Украины. ВУЗу процветания профессорско-преподавательскому составу терпения и долгих лет студентам прекрасных легких экзаменов и сессий и побольше экзаменационных автоматов и зачетов. Выпускникам ВУЗов реализации диплома а всем нам мира, добра, благополучия и успехов на все. В этот знаменательный день университет получил почетные отличия Всемирного юридического альянса, лидер в сфере юридического образования, а Сергей Кивалов получил всемирное звание выдающийся деятель современности. Пожелал дальнейшего процветания ВУЗу председатель Союза юристов Украины Святослав Пескун. Я хочу побажать всем выкладочам, студентам, выпускникам юридической академии, какую бы они специальность не опанували, чтобы они имели здоровье, на снаху, творчую удачу, чтобы у них это, за что они будут бороться все свое життя, за верховенство права в державе, чтобы они перемогли и чтобы действительно таки в Украине было верховенство права. Отмечая знаковый юбилей «Альма-Матер», Сергей Кивалов вручил звание почетного доктора университета Хонори-Скау за Валерию Пустовойтенко, украинскому государственному и политическому деятелю экс-премьер-министру Украины, который в 1997 году поддержал идею создания Одесской государственной юридической академии. Также удостоился звания почетного доктора Йозеф Болок, учредитель, владелиц и руководитель юридической фирмы в Швейцарии, почетный консул Украины в швейцарском городе ЦУГ. В 2001 году Болок впервые посетил университет и учредил программу стажировок в Швейцарии для студентов и аспирантов Национального университета Одесская юридическая академия. И на этом приятные сюрпризы подарки не закончились. Председатель Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине Пантелеймон Бумбурас вручил ключи от новых квартир четырем сотрудникам ВУЗа. Сильная страна ВУЗа. ВУЗа. от Бога и человек от Бога это Сергей Васильевич поэтому спасибо вам за академию спасибо за то что вы для нас делаете. Ярким украшением праздника стало выступление студентов университета в составе квартета Де Юре с композицией Одесская Папури. Присоединяются к поздравлениям и желают Одесской Юрокадемии больших успехов и новых побед Константин Гречаны Наталья Афара Юлия Польнова Анастасия Кречко Григорий Евич и вся команда телеканала Репортер И на этом наш выпуск завершен не пропустите 18.00 субботний выпуск итогов на Репортере я прощаюсь с вами до скорого